Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим наше путешествие по книге Тейлим, волшебной книге. 25-й псалом у нас сегодня. Это действительно удивительный псалом. Написали мудрецы, что это один из десяти псалмов, связанных со Сферот. Именно с построением мира, так чтобы глубоко не уходить. И именно этот псалом связан с Сферой Хессет, с добротой. То есть, невероятная сила этого псалма существует в этом. В каких случаях читают его? В разных книгах написано очень много интересного. Самое простое, первое, что когда написано камень на сердце лежит, читай. Но то, что называется, сейчас я сижу человека депрессняк, плохо себя чувствую, вот этот псалом читай и все. Это псалом читают для удачи в сделке. Когда у тебя что-то присутствует, какая-то там бизнес или какая-то встреча, его читают перед самой встречей, тогда написано, он приносит удачу. Написали мудрецы, что человек, который читает этот псалом ежедневно, не уйдет из жизни до срока. То есть, у каждого человека есть какой-то определенный срок жизни. И вот читают молитву, утром, если его читать, не уйдет из жизни до срока. И еще больше написано, и пройдет потом в следующий мир без геенома. То есть, ну, уникально можно читать. Аризаль говорил, что в этой молитве вообще есть 7 особых брахот и очень важный этот псалом. Помогает он в углубленном понимании Торы, очищает. Написано, что как бы разум человека проясняется. Постоянное чтение этого псалма стирает грехи и в этом мире, и в следующем. Так написано у мудрецов. Я уже говорил о каком-то бизнесе. Перед лекциями, перед занятиями, когда ты волнуешься, что что-то не поймешь, вот читают этот псалом. Теперь можно сказать о главном. 25-й Тиелим входит постоянно в молитву не Филат, а Паим, которая всегда в наших молитвенников везде есть. Это великая молитва. И вот в конце молитвы многие делают такое не Филат, а Паим. Соглас Назар, эта книга, эта молитва хранит в себе огромные тайны. Поэтому написали мудрецы, что псалом 25-й надо произносить очень медленно. Не бля-бля-бля-бля, а вот так вот осторожно, с кованой, с должным образом. Особенно это важно для... Написано, что это для приобретения исцеления души и тела. Мы поговорим еще об уникальных свойствах этого псалма в извлечении. Написали, что считается, что вообще на высоком уровне это чтение этого псалма исправляет грехи и ошибки наших отцов. То есть это большое важное дело, соотносящиеся еще к тому, что почитается и мать свою. То есть это очень важная вещь. Мудрецы считают, что при чтении этого псалма исправляются следующие вещи. Адам нарушил запрет с едой, но нарушил запрет, связанный с питьем. И у народа были проблемы с дочерьми Моава. Поэтому во время молитвы этой или во чтении этого псалма, душа как бы говорит другому дурному началу. Отдались от меня, говорит мудрецы, я хочу исправить это нарушение. И еще раз говорю, глядя в молитвенник, не проглатывая слов не спеша, мудрецы рекомендуют читать этот псалм. Написано, что оберегает человека от помыслов о разврате. Так написал Минахим Меше в книге о Ават Хаим. Вообще псалм 25 уникальный, написан в алфавитном порядке. Каждый стих начинается со следующей буквы алфавида, что указывает на фундаментальный программный характер его содержания. Отсутствуют только три буквы. Какие три буквы? Числовое значение которых равно слову гейном. Исходя из этого сказали, что кто-то читает этот псалм ежедневно, никогда не увидит в следующей жизни гейнома. В молитвеннике таков был Раф Эмден, он написал такой молитвенник, Сидур и овец. Рекомендуется, чтобы обязательно излечить больного. Читается целый ряд псалмов и начинается он с 25-го. 25-й, 34-й, 111-й, 112-й и 119-й под 134-й и 145-го до конца. Это то, что написано в такой древней книге, когда у человека какая-то болезнь. Рабин Нахман из Браслова писал, что чтение Тиелима обладает вообще огромной возможностью для излечения больных. Но больной должен твердо верить в то, что это поможет. И тогда написано, что уникальные вещи происходят после чтения разных псалмов в Тиелиме. И последнее, что написано в одной древней книге, что псалом читает в отчаянии, когда человек не видит какой-то опоры, и когда он начинает понимать, что кроме Бога его никто не спасет. Вот такой вот великий псалом. Спасибо, Брахава и Ацлаха.